Добрый день, друзья! Не добрый день во мне, другим. Мой гениальный друг Александр Борисович Градский, который, я должен признать, очень ревниво относился к феноменальному успеху Аллы Борисовны Пугачевой, говорил мне, что она очень хорошо пела в 70-е, когда она начала, и в 80-е хорошо пела. Последние 20 лет, по его утверждению, утверждению Градского, она не поет вообще, потому что у нее узлы, узлы на связках, как он предполагает, из-за злоупотребления холодным шампанским после концерта, когда на разгоряченном связке попадает газированный алкоголь. Но песня совсем не о том. Я к чему это говорю? Мне попалось интервью, которое записано 30 лет назад, в 1994 году. И там как раз Алла Борисовна Пугачева говорит, что, по ее мнению, она стала хорошо петь только сейчас, то есть тогда, в 1994 году, после гастролей в Америку. Послушайте это интервью. Любопытно, что она сошла, возможно, вернуться в Ельцинскую Россию, хотя это уже был не Советский Союз. Раньше многие объясняли, что они возвращались, потому что их детей и родственников держали в заложниках. Уже этой темы не было. Все, кто хотели, уезжали. Я к чему это говорю? Потому что сейчас Алла Борисовна Пугачева говорит, что нормальные люди, в ее системе координат нормальные, люди возвращаться не собираются. Это она заявила в своем обращении к Стасу Михайлову. Это обращение для тех, кто не видел, хотя оно, в общем-то, разошлось все время. И я оставлю в самом конце. А сперва послушайте вот это интервью после ее зарубежной гастроли в Германии и Америке. Мне показалось это любопытным. Я никогда не привечал ее как персонаж. Но артист, она, конечно, интересная. То есть она отпечатала страну в известном смысле. Я считаю, что она абсолютно все просрала своими вот этими заявлениями и демаршами. Но это уже не имеет отношения к вокальному мастерству, о котором речь. Это уже мы здесь на другую поляну заходим. Пугачева, мне кажется, попадает вот в этот архетип такой вот, такой хабалки, фетчицы, проводницы. Собственно, поэтому и была любимая электоратом и истеблишмент, который тоже оттуда же родом ее приличал. Но это еще раз, это снова не о том. А речь о оценке Пугачевой своих вокальных данных. Мне показалось любопытным. Алла Борисовна, в следующем году исполнится 20 лет одному человеку, которого вы хорошо знаете, это близкий вам человек, маленький грустный клоун, его зовут Орликину. Значит, исполнится 20 лет вашей славе. Как вы думаете, отмечать эту дату? Я вообще юбилей, честно говоря, не очень люблю. Где-то в душе, может быть, я эту дату отмечу. Я вообще каждый год где-то считаю. Вот уже 18 лет этому молодому человеку. Вот 19, на следующий год будет 20. Но юбилей пусть справляется, так сказать, в моей душе, потому что выносить все это не хочется. Вашим именем назван морской лайнер в Швеции, духи во Франции. Теперь вот в Москве вышел журнал, который тоже называется Алла. У вас со временем меняется отношение к своей популярности к каким-то внешним атрибутам славы? Я, честно говоря, живу сегодняшним днем. Не живу завтрашним, никогда не жила. И поэтому мое отношение, так сказать, к популярности, оно было всегда очень ровным и спокойным. Я, это некрасивые слова, я никогда не верила в это счастье. Потому что я всегда боялась потерять любовь, популярность. Боялась. И, может, поэтому я и сейчас я не хочу верить. Я просто живу и беру удовольствие, неприятности, проблемы, кайф, как говорят. То есть от сегодняшнего дня. Что-то делать специально, чтобы его продлить, я не думаю, я просто так живу. Вот так живу, так пою. Не знаю, как в последний раз, вот так скажем. Недавно Московское дворянское собрание присвоило вам титул графини. Ее сиятельство госпожа Пугачева уже подготовила эскиз дворянского родового герба. Нет, еще не подготовила. Еще в это надо как-то поверить, что ли, что это серьезно. Потому что мне казалось, что так легко это все не делается. Если это какая-то игра, то я, так сказать, рядом с этой игрой. Но где-то в себе, я уверена, что даже если бы не было у меня никакого титула, то отношение к жизни у меня непростое. Отношение к людям тоже непростое. И как к званиям в эстраде я, так сказать, относилась сюда так равнодушно. Просто для меня главное звание всегда была любовь народа и своему делу. То так же к этому титулу я отношусь с каким-то, знаете, почтением и странным ощущением. То есть мне кажется, что я достойна такого титула. Но достойна не столько слов на бумаге, так сказать, а именно отношением к себе и моим отношением к людям, к жизни. То есть, вероятно, это должно быть не только на бумаге, но еще внутри тебя. Вот, и поскольку я никогда не думала об этом, но в нашей семье всегда была баронесса, и мне только поэтому, может быть, очень приятно, потому что она не одинока теперь. Баронесса Кристина фон Орбах, это все-таки гены, а не просто бумажка. Кстати, о Кристине. Как вы относитесь к ее творчеству? Не как мама, а как, может быть, эксперт со стороны? Ну, знаете, мне очень нравится то, что она делает. Это свое. Мне нравятся ее отношения к тому, что она делает. Это очень оригинально. Она с каждым днем совершенствуется так вот. Лучше стала петь. Ну, двигаться она всегда очень хорошо двигалась. И, знаете, у нее какое-то нутро такое чистое и такое одухотворенное, что что бы она ни делала, что бы она ни пела, даже слово-то, скажем, там, ништяк, там, люби ее пацан. Это настолько чистое и какое-то светлое такое начало, что все, за что оно берется, мне очень нравится. Ну, как, так сказать, как певица и профессионал, конечно, я вижу многие шероховатости. Но что удивительно, что она сама их видит. То есть, пожалуй, самые, так сказать, не помощники, это я. Наверное, все-таки лучше всего это ей не мешать. Я так считаю. Скажите, а она маму не пытается научить вот этим молодежным штучкам, типа ништяк, пацан? Нет, она сама этого не умеет. К нам это никогда не привьется, но спеть в песне такое слово, знаете, и так произнести его чисто и светло. Мне даже это слово понравилось в песне рок-н-ролла. Она поет там ништяк. Удивительно. Нет, ну я немножко, так сказать, несмотря на то, что я считаю себя современным человеком, меня обожает молодежь, и тусовка, Кристина, Володя. Все-таки я где-то очень старомодна по своим движениям, танцам. То есть я же выросла без этих дискотек, без всего. И мне очень нравится, как они живут, как они устраивают свой отдых. Вообще, быть ребенком, так сказать, прославленных каких-то родителей, это очень сложно. И у них целая компания таких детей, и безусловно, талантливых. Если мне Кристина в детстве говорила, что мама, не беспокойся, природа отдыхает на детях, значит, талантливых родителей, то теперь я вижу, что у них компания просто очень талантливых детей, которые не почивают на лаврах родителей, а что-то стремятся делать и свое. Они открывают клубы, они очень деловые, в отличие от нас. У меня еще есть внук. Я думаю, что это поколение еще будет более деловое. Ну, и знаете, они не стремятся никуда уехать из этой страны. Это удивительно просто. Удивительно, что они вот в этой сложности, в этих припятиях жизни, они остаются очень большими патриотами. То есть они ничего не хотят, они хотят именно здесь что-то устроить, вот свое, и для себя, и для других. Вы очень много помогаете молодым исполнителям, всегда помогали. Вы финансируете их клипы, помогаете им записывать диски, аудиокассеты. Вы оказались замечательным менеджером, но самое печальное, может быть, это такое субъективное мнение, что вы оказались плохим менеджером по отношению к певице Алле Пугачевой. В последнее время это у ваших клипов, и я забыл, когда видел последнюю вашу пластинку. Это да, это правда. Но, вероятно, все-таки, я ничего специально, говорю, не делаю, но если я не хочу и не могу, я этого не делаю. Но если мне очень хочется жить, скажем, жизнью другого человека, если мне это приятнее, чем жить моей жизнью, то вы не думайте, что я просто на себя махнула рукой. Я где-то, может быть, коплю энергию. Мне доставляет огромное удовольствие помочь кому-то, потому что мне самой во многом помогали люди, во многом. И я никакой не менеджер, честно вам скажу, не продюсер. Я по мере возможности меценат. Вот это мне больше подходит. Меценат, педагог, воспитатель, вот так можно сказать. Но я не продюсер, не менеджер, я просто человек, который не может пройти мимо, так сказать, человек, которому можно было бы помочь. Это касается и творческих личностей, и в жизни у каких-то людей. Но я не могу всем помочь. Вот это, так сказать, беда. Не только, так сказать, из-за материальной стороны дела. Но если уж я помогаю, то кому-то одному. Как могу. Я даю шанс этим людям. А дальше уж, как они сами могут. Но, в общем-то, конечно, видит Бог, что надо и с собой заняться. Но теперь мне хочется. Мне хочется заняться, мне хочется жить, мне хочется петь. Может быть, я скажу немножко странную вещь, но мне кажется, что я только сейчас научилась петь. Вот в октябре я была в Америке, ну, русскоязычная, естественно, аудитория. Вот сейчас в Германии. И где-то с октября месяца я поняла, что я стала очень хорошо петь. Я вдруг научилась петь, я раскрылась, у меня что-то появилось другое. И вот только теперь, когда я нашла вот эту опору в себе, то есть когда я поверила, что я могу что-то сделать еще, а не просто повторять что-то такое из пройденного материала, то мне захотелось что-то делать. Потому что специально, ну, не могу я. Потому что это очень давно я пою, уже очень давно. И мне трудно не повториться. Ну, гармония должна быть в себе. Когда она у меня немножко дисгармония, то я стараюсь лучше уйти, чем на людях показывать. Хотя это тоже очень сложно. Все видят, все слышат, все обсуждают. Это сложно и в то же время прекрасно. Пока есть такая возможность, я не откажусь от этого. А скажите, Алла Борисовна, уже появилась где-нибудь на горизонте певица, которая могла бы вас в будущем сменить на вашем звездном троне. Или еще не родился этот человек? Ну, я бы очень хотела видеть такого человека. Не потому что мне прям страшно хочется конкуренции или чтобы меня убрали. Но я бы хотела видеть продолжение. Продолжение не просто певицы, а человека, живущего для людей. Потому что я же, ну что, пение пением. Вот я только сейчас научилась, говорю, петь. А вчера я посмотрела целую кассету, то есть антологию, так сказать, свою с 75-го года или 74-го. Вы знаете, мне стало страшно. Я посмотрела первую съемку Орликина не в Болгарии, а где-то в каком-то кинофильме. Это было настолько чудовищно неопытно, несовершенно. Ну, где-то в метро, что ты обегла в этих клешах. Это какое-то несчастье. Но потом, я поняла, что, конечно, по тому времени, вот, может быть, это было что-то новое. Но сейчас, отсюда, из этого дня, из этого года, смотреть на то невозможно, просто невозможно. И, не знаю, мне, не знаю. Старщик Михайлов, что это с тобой? Это я, бесголосая певица. Старенькая Алла Пугачева. Да я б встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу скажу, что думаю. А чё я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. Нас каждый вечер смотрят миллионы людей. А мы что, кидаем им говно лопатами в лицо? Мы могли бы приносить какую-то пользу. Могли бы звать к нам художников, архитекторов, политиков. Так людям это и надо. Дай нам говна. Мы люди, дай нам похавать говна. Говна, говна, говна. Классные очки. Пошла в жопу. да ты послала ту девочку жопу да и ты как-нибудь попробуй это так освежает